Музыка Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе Тихо и Единенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные открытки от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый человек, капитан Рощин, откомандированный в Москву для приема снаряжения. Его однажды привез к обеду Николай Иванович из городского союза на своем автомобиле. С тех пор Рощин стал захаживать. Каждый вечер в сумерке раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету. Положить в варенье в вазочку или нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила. Потом на губах ее появлялась обычная нежная улыбка. Вадим Петрович Рощин молча кланялся. Он был худощавый, с темными невеселыми глазами, с обритым ладным черепом. Неспеша присев к столу, он тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, а по глазам ее с большими зрачками было видно, что слушает она его особенно. Встречаясь с ее взглядом, Рощин слегка как будто хмурился. Вздрагивали под столом его шпоры. Иногда за столом наступало долгое молчание. И вдруг Катя вздыхала и, покраснев, виновата улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кати почтительно, Даши рассеянно, и уходил, прося не провожать его до прихожей. По пустой улице долго слышались его твердые шаги. Катя перетеряла чашки, запирала буфет, и все так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ.